Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр. И сегодня вместе с вами мы продолжаем заниматься эволюцией в игре под названием Dose Day The Beginning. А если вы хотите увидеть следующую серию побыстрее, то не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Это очень важно. И в этой серии, друзья, мы будем заниматься получением новых млекопитающих. А для этого мне понадобится использовать семя эволюции вот на этой вот темно-серой мышке. Хотя она, наверное, уже больше даже похожа на крысу из-за своего хвоста. Да и кто-то в комментах мне писал, что это крыса, а не мышка. Но да ладно, какая, в общем-то, разница. Главное, что она очень милая и главное, что она начнет скоро эволюционировать. Такс, ну давайте глянем, есть ли у меня семена эволюции. Блин, семян эволюции нету. Можно попробовать использовать семена мутации, но результат будет, честно говоря, так себе. Поэтому давайте я немного пролечусь по нашему миру, пособираю ресурсы. Если вдруг мне повезет, где-то я смогу откопать семя эволюции. Если же нет, если же после круга по моему миру я ничего не найду, то тогда, пожалуй, друзья, все-таки буду пытаться мутировать. Или заставлять мутировать своих животных. И надо будет доделать свою гору, потому что она какая-то получилась у меня кривоватая. И опять же, речки не соединяются. Я говорил, что их нужно соединить, но что-то я этого так и не сделал. Ладно, всему свое время. Я не могу за всем последить. Слишком уж тут много всего в последнее время происходит. Поэтому просто по порядку будем действовать. Для начала все-таки я хочу получить новых млекопитающих. Но с другой стороны, друзья, может быть, может быть из-за того, что у меня нет подходящих условий, из-за этого и не появятся млекопитающие. Хм, не знаю. Ну, млекопитающие-то у меня уже в любом случае есть. Мыши, крысы. Но новые виды, вот о чем я говорю. Про новые виды. Блин, так, с учетом ресурсами у меня сегодня какие-то явные проблемки. Раньше их было, по-моему, больше. Очень много семян мутации. Очень много семян, которые восстанавливают мою энергию. Но нету ни одного семени эволюции. Жаль, жаль, жаль. Но у меня же много мышей этих темно-серых, да? Буду называть их все-таки мышами, потому что мыши, наверное, милее, чем крысы. Да, пускай будут мыши. Буду использовать семена мутации на этих мышей. Окей, хорошо. Другого выбора у меня нет. Так, это пауки. Я их чуть ли с мышами не спутал. Ничего страшного, паучки. Вы остаетесь паучками. Не бойтесь, вы в мышей не превратитесь уже. У вас совершенно другая ветвь эволюции. Из вас должны появиться насекомые. Но насекомые, кстати, у меня почему-то так и не появляются. Раньше у меня с этим проблем не было. Они появились практически сразу. Сейчас же что-то как-то и нету их. Хотя, если бы были насекомые, наш мир был бы более разнообразным. Было бы гораздо круче. Все, короче. Я нахожу первых темно-серых мышей. И сразу же начинаю использовать на них семена мутации. Можно было бы попробовать на коричневых мышей. Но, насколько я знаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Такс, ну еще, где эти мыши? Я... Вот, 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 где они обитают. Я нашел их. Ура. Окей, друзья мои. Начинайте мутировать. Мои маленькие, милые мышонки. Такс, мои Джерри. Жалко, Тома у нас нету, да? Эх, коты не появились. Но скоро и коты появятся, я думаю. Так, на двоих я заюзал. Но мышей у нас, по-моему, было гораздо больше. И да, помните в прошлой серии, как долго я искал обезьяну? Оказывается, она была в один момент у меня прямо под носом. И вы оставили тайм-код. Где она была? Я нашел ее. Хотя я и без тайм-кода ее уже нашел. Эх, жаль, что я не мог посмотреть на этот комментарий сразу. Жаль, что я не могу заглянуть в будущее. Так, ну, вроде бы на трех пока заюзал. Думаю, этого будет достаточно. Переходим в макро-режим и начинаем следить за нашей эволюцией. Опять обезьян у нас 207 тысяч. Но вот я, допустим, сейчас пролетелся, ради интереса пытался еще и на них внимание обращать. Но ни одной обезьяны не заметил. Ладно, они мне сейчас не особо нужны. Тем более, новые виды появятся из новых обезьян. Из Дриопитесуса вот этого. Дриопитесус. Дриопитескус. Так, появился еще какой-то новый вид. Так, умирало очень много птиц. Появились новые рыбы Латемерия. Но они были, по-моему, и раньше. Эй, 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 эй. Хватит вымирать. У меня многие виды находятся в опасности. Стопе, стопе, стопе. Так, Дриопитетрус этот. Так, ставим паузу. Ищем Дриопитетруса. Если найдут Дриопитетруса, используя на него семена эволюции, семена мутации. Может быть, что-то получится. Кстати, здесь ничего не вышло, друзья. Эх, я поролучил очки с этих мышей, но... Блин, виды новые не появились. Или появились? Так, кто это такой? Это какая-то новая разновидность Ичистеги, я так думаю, да? Ну-ка, покажите мне его. Да, это Ичитамимус какой-то. Окей, Ичитамимус у нас есть. Это здорово. И вымирают у меня, по-моему, птеродактили. Вот песик есть. Ну, песики и раньше были. Кстати, вот еще мышки. Я их почему-то не заметил. Надо бы на них тоже заюзать семи мутации. Если эти мышки вдруг вымрут, и на их место придут другие какие-нибудь виды, я не особо, честно говоря, расстроюсь. Главное, чтобы не вымерли оригинальные светло-серые мышки. Тогда все будет здорово. Так, здесь, может, что-то появилось? Нет, эта гора до сих пор безжизненная, только растение. И где же, где же, где же, где же, где же эти новые обезьяны? Так, смотрите, опять мышка. По-моему, мыши просто-напросто, благодаря мутации, очень сильно расплодились. Это, конечно, здорово. Да, их должно быть много, чтобы появлялись новые виды. Но зачем их столько? Мне нужны львы, кошки, тигры, гепарды. И, в общем, ну, кошачьи. Я хочу котов. Я хочу котов. Хотя, думаю, уже многие устали от котов на моем канале. Всяких разных. Где только этих котов нету. Если еще коты здесь появятся. Опачки! Опаньки, здорово, дружок, 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 дружок. Ты есть тут новый вид, а? Как тебя зовут? Ээээ, это какой-то сахилотропус. Хм. Хм. Их всего лишь 4000, но я уже смог его найти. Давайте используем семена мутации на нем. Может быть, из него появится что-то новенькое, интересное. Не знаю. Такс. Такс, такс, такс. Мыши. Где еще мыши? Ну, давайте, блин, на всех мышей использовать. Почему бы нет? Нет, оба, на обезьянку нашел. Увидел. Наконец-то. Ура. Такс, на тебя будем использовать семя эволюции. Потом используем семя эволюции на тебе. Песик. Кто у нас тут еще есть? На ком можно поэкспериментировать? Текст, такс, такс. Давайте пролетимся. Если ничего особо не найду, то, пожалуй, вернусь в макро режим. Давайте над змеями поиздеваемся. Поэкспериментируем. Может быть, и змей появится что-то новенькое. Так, я вижу еще одну мышь. Правда, это обычная серая мышь. Но, думаю, тоже можно заняться ее улучшением, прокачкой. Давай, мышка. Может быть, из тебя эволюция пойдет. Может быть, из тебя красная мышка. Красная и оранжевая, наверное. Коричневая. Вот. Коричневая. Точно, 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 точно. Коричневая. Оп. Еще одну обезьяну отыскал. Это тоже какой-то новый вид. И это, видимо, и есть тот Дреопитекус. Или как там его? Да, Дреопитекус. Окей. Поднял уровень. Замечательно. Только ты никуда не уходи. Подожди. Стой. Вот тебе семя мутации. Мутируй в человека, пожалуйста. А что, если я заюзаю на нее семя знания? Это, наверное, разумно, друзья, было? Как вы думаете? Заюзал семя знания. Стало быть, она получит интеллект и появятся люди. Было бы здорово. Появится первая человеческая цивилизация. На динозавров я уже особо не использую семена мутации, потому что динозавры уже доживают свой век. Но будет прикольно, если у меня одновременно будут существовать и динозавры, и люди. Это было бы реально здорово. Прикиньте, наездник на тираннозавре. Это классно. Это классно. Так. Астралопитекус. Австралопитекус? Да ладно. Блин, он вымирает. Австралопитек, не вымирай. Австралопитекус развивается. Давай, 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 давай. Ты должен выжить. Такс, давайте попробуем его отыскать. Мне хочется, очень сильно хочется на него взглянуть. Такс, 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 такс. Пирогастр какой-то есть, еще их 500 тысяч видов. 500 тысяч особей, точнее, вот. Смотрите, сколько всего я заработал. Сколько ресурсов. Да, после каждого использования семени мутации появляется на его месте, где я использовал новый ресурс. Ну, не новый, конечно, а просто, может быть, это и семи мутаций, и все, что угодно. Поэтому не зря я их юзал. Где же у нас этот Астралопитек? Астралопитек, 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 Астралопитек. Может быть, здесь нет, здесь нету. Давайте думать, логически рассуждать, где они могут быть. Возле воды. По-любому возле воды. Это правильно. Но, 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 возле какой воды? Такс, может быть, все-таки там, но там обезьяны у меня, по-моему, вообще не водились. И нужно смотреть внимательно себе под ноги, потому что они могут прятаться в зарослях. Запросто. Такс, там наверху у нас бегают только маленькие тритончики. Я, конечно, тритончиков люблю и уважаю, но, а нет, это не тритончики, тритончики. Просто у некоторых паучков и тритонов схожая окраска, поэтому их можно легко спутать. Так, еще одна обезьяна. Давайте тогда используем на ней тоже семя мутаций, почему бы и нет. Семя эволюции у меня так и не появилось, поэтому только семя мутаций. Семя знания. Такс, да, друзья, надо, наверное, астралопитеков искать там, где я использовал семя знания. Это было бы тоже, мне кажется, вполне себе логично. Если я ничего не путаю и не забыл, семя знания я использовал где-то вот здесь вот. Эх, у меня уже по номерам скалы особо не расходятся. Мои горы, потому что их так много стало. Нет, это дриопитекус. Я на него, по-моему, заюзал, но рядом нету, я не вижу, по крайней мере, новых видов. Можно еще влиять на природу, но, друзья, у нас такая интересная среда, что я боюсь нарушить экосистему свою. В любой момент это может произойти. Я помню, как-то играл сам, ну, просто, когда учился играть. Что-то использовал, и у меня, короче, все мои живые организмы подохли. Так, снова динозавр какой-то. А нет, я его уже фоткал, странно. И у меня все мои организмы просто-напросто окочурились. Это было печально. О, паньки! А это не астралопитек ли, случайно? Ха-ха! А, нашел, да! У-у-у! Ес-ес-ес-ес-ес-ес-ес-ес-трес! Вот он, друзья! Вот! Вот наш дальний родственник. Посмотрите, из него скоро получится полноценный чувак, полноценный человек. У-у-у! Да, друзья! Да, друзья! Ха-ха! Это уже не такая мартышка маленькая, бегающая. Это уже полноценное, прямоходящее существо. И его популяция составляет 4340. Да! Получается! Получается, друзья! Фух, прогресс пошел! Давайте теперь глянем, что у меня есть в океане. Возможно, в океане тоже обитают какие-нибудь новые виды, которые я пока еще не заметил. Я хотел себе глубоководного удильщика. Но я не знаю, почему он не появляется. Я вроде бы прорыл до самого дна практически. Так, кто это стучит? Или до самого дна? Но ничего не появилось. Новые рыбы. Ну, такие рыбы мы уже видели. Это просто какая-то другая разновидность порода. Так что ничего страшного. Похоже на каких-то карпов, самов. Не знаю, я в рыбах не разбираюсь, как и в животных, в общем-то. Но да ладно. Так, давай, лети вниз. Может быть, все-таки появился какой-нибудь глубоководный монстр здесь. Нет, смотрите, мы на самом дне. И все равно никого нету. Ай-яй-яй-яй, а это что такое вообще? Это медуза. Ну да, на больших глубинах медузы обитают. Почему здесь нету этих монстров, которые обитают на большой глубине или, например, в Марианской впадине? Там такие интересные существа, которых нет больше нигде в мире, потому что условия там такие, которых нет больше нигде в мире. Это интересно посмотреть. Но что-то как-то не появляются. Здесь все старое, здесь все мы видели. А мой рачок гигантский, хоть не погиб, как там его звали? Я уже и забыл. О, он, походу, вымер, друзья. Он, похоже, все-таки вымер. Мое самое первое достойное существо живое погибло. Оно долго жило, долго протянуло. Даже удивительно, что оно столько лет прожило. Но у всего хорошего есть конец, друзья. Как бы печально это ни было и не звучало. Ладно, давайте создавать... Так, а что это такое? А что это за малыш бегает? Я его, по-моему, раньше не видел. А, нет, видел. Давайте создавать подходящие условия для жизни наших людей. Должна огибать эту гору мою большую какая-нибудь глубокая интересная речка. Ее почему-то у меня нет, а надо бы ее организовать. Во-первых, это будет эстетически красиво. Во-вторых, это будет полезно. Ай, можно просто зажать и, в принципе, всех топить. Да, иногда бывает, когда я так делаю, я топлю еще и животных. Но я не хочу этого делать. Оно как-то само так получается. Блин, ничего не видно. Ничего не видно. Я прорыл речку или нет? Да, прорыл, и она выглядит прикольно. Хе. Реально получаются джунгли классные. Блин, мне нравится мой мир. Может быть, не всем он нравится, но мне нравится, если честно. Такс. Ну, давайте посмотрим, как это теперь все выглядит. Ну, да. Да-да, неплохо. Неплохо, неплохо. Вот только там воды нету еще до сих пор. Надо бы и туда отправиться. Давайте и тут речку сделаем. Эх, возможно, какой-то из динозавров случайно утонет. Но ничего страшного. А, нет, не утонет. Я буду здесь рыть. Эх, эх, эх. Вдоль горы. Да-да-да, и никто у меня не погиб. За-ши-бенно, за-ши-бенно. И, возможно, здесь как раз-таки жизни нету, потому что не хватает воды. Не хватает влажности. Вроде бы трава зеленая, но все равно. Это немного не то. Да, да-да, наш мир становится еще более красивым. Смотрите, друзья. Ах, выглядит уже, по-моему, прикольно. Мне кажется, здесь особо менять ничего не нужно, вот в этой локации слева. Потому что там, получается, у меня такая поляна. Есть у меня горы, есть у меня океан, есть у меня поляна, есть у меня холмы. В общем, все есть. Осталось сделать высокогорье. Хотя, вот эту вот зону, пониже и справа от моей гигантской скалы, можно назвать таким вот высокогорьем. Посмотрите, там есть плоская поверхность, и там могут появляться новые виды. Им пространства, по идее, должно хватать. Так ведь? Ну и, блин. Блин, блин, блин. А кроме астралопитеков, кто-нибудь уже появился, интересно. Почему не появляются новые млекопитающие? Появились уже практически люди, но до млекопитающих что-то пока я не дотягиваю. Это как-то жалко. Это как-то жалко. Ладненько, друзья. Думаю, на этом пока можно остановиться. Продолжим мы с вами в следующий раз. Как я говорил, если вы хотите увидеть следующую серию быстрее, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И я все для этого сделаю. Ну, а с вами был Перпетум или же Александр. Занимаясь эволюцией. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока. Эволюционируйте, друзья. Развивайтесь и процветайте. Будьте здоровы. Пока.